Здравствуйте, дорогие друзья! Вы не раз, я вижу, в комментариях просили меня о том, как приготовить маш, мунг, ее еще называют. Это такие зеленые, вот такие вот бобы, мелкие, которые активно используются в аэровидической кухне, в вегетарианской кухне, в индийской кухне, в общем, продаются практически во всех магазинах, просто вы этого не замечаете. Я понимаю, что этот вид продукта знаком немногим, кто-то скажет, что это перо совы, пусть будет так, но давайте я попытаюсь объяснить все нюансы приготовления этого блюда, чтобы у вас хотя бы был какой-то запас знаний, если вдруг вы захотите поэкспериментировать с этим, то вполне сможете это сделать. Берем какое-то количество, там любое, ну вот мне там нужно на 2-3 порции, небольшое количество я взял, высыпаю сюда, не надо их мыть, ничего, они чистые совершенно, и заливаю их куриным бульоном, примерно 1 к 2. Ну, то есть вот, если у нас сантиметр этих бобов, то еще на сантиметр нужно сверху налить куриного бульона. Вы скажете, типа, да, мы там, типа, это у тебя в заготовках куриный бульон есть, у нас нету. Тут как бы без всякого сарказма и без всего, хочу сказать, что на курином бульоне будет просто вкуснее. Вы можете использовать воду, но тогда вам придется добавлять туда какие-то мясные вкусы. Заранее и специально, там, не для вегетарианцев, вернее, для вегетарианцев скажу, что нужно все это на воде делать, основу, да, варить, а потом уже добавлять, там, и всякие овощи, обжарки и так далее, там, и сего, специи. Давайте просто вначале отварим. У меня куриный бульон другого рецепта остался, я его варил. Варится примерно минут 30 на слабом огне, главное довести до кипения. Дальше процессы всегда идут так у меня, в моей жизни кулинарной. Если я вижу, что мне не хватает, ну, что выкипает бульон, а крупа еще не сварилась, я, соответственно, вот здесь у меня есть чуть-чуть бульончик, я могу добавлять. Если вы вылили весь бульон, у вас было совсем немного, или вы, наоборот, много сделали, можно добавлять чуть-чуть воды. Нам главное дойти до состояния, когда маш станет мягкий, но не разварится в кашу, и при этом воды станет вровень с самой крупой. То есть, можно, конечно, его использовать и в суп, также точно, вы сварили его, не знаю, включили сильнее огонь, больше воды выпарили, чтобы была меньшая влажность, а потом это используйте, добавляя в суп, когда варите что-то, или вот, ну, как бы такие вещи. Значит, что касательно заправки, кабачок я специально для этого взял, у меня есть морковь, и у меня есть луковица, и томат чуть-чуть. То есть, самые простые ингредиенты, у луковица очень маленькая, морковка маленькая, что с морковкой сделать? Морковку нужно нарезать мелким кубиком, потому что, если мы используем маш, или рис, ризотто, что по своим свойствам, там, как-то более-менее, примерно одинаково, значит, мы должны использовать размер нарезки такой, чтобы у нас вот этих вспомогательных ингредиентов было немного, и чтобы они не мешали. Если вы на вегетарианскую тему как бы нацелены, тогда ингредиентов овощных должно быть больше, для того, чтобы создать тело блюда. Основную часть по созданию тела у вас берет на себя маш, а все остальное вы уже добавляете по своему усмотрению, и хочу вам сказать, что крупица неплохая, интересная по своему вкусу, очень полезная, как и все бобовые, содержит большое количество железа, микроэлементов, поэтому будем это все дело мелко нарезать. Все меленько рубим. Сначала я использую масло растительное. Сгружаю сюда морковку, пусть она жарится. Пока она будет жариться, соответственно, делаем кабачки. Кабачки. Я хочу, чтобы кабачки у меня выделялись. Если я не хочу, чтобы морковка выделялась, кабачки я хочу, чтобы выделялись. Поэтому я их режу толще. Морковка ужарится, кабачки ужариваться особо сильно не будут, потому что я их не буду долго готовить. Они должны быть либо аль денте, либо как бы на зубок чуть-чуть, ну, что одно и то же. Они должны иметь свою текстуру. Маш сгибел. Несмотря на то, что многие говорят, крупу надо варить без соли. У меня бульон не соленый, но я люблю варить солью, чтобы уже крупа в процессе пропиталась солью. То, о чем я каждый раз говорю, когда варю мясо. Несколько лет назад, я помню, такая заруба целая была, типа подписчики писали. А вот Лазерсон утверждает, что солить бульон нужно в конце. Илья Исаакович очень крутой шеф, очень крутой повар, энциклопедические знания. Ценю, люблю, уважаю. Большой респект, уважуха. Передайте ему в комментариях от меня привет. У меня есть свой опыт и свои наблюдения. У него, соответственно, свой. Это не панацея. Вы можете использовать и его опыт, и мой личный. Вы смотрите, ну, у меня много, большое пересечение по зрителям. Кому нравится я, кому нравится Илья Исаакович, и много людей, кому нравлюсь я и мой канал. Вот. Спасибо вам за это. Низкий поклон, уважение. И я надеюсь, что мой канал приносит пользу. Чесночок вот я один нарезал. Морковочка там у меня пассируется. Лучок. Опа, пассируется. Многовато пассируется. Ох. Местами потемнело. Да, бывает такое. Ничего страшного, если вдруг там намечаются какие-то агарыши. Пинайте меня в этом самом, в комментариях. Я уже привык. Я просто многих вещей не скрываю и не хочу их скрывать. Если я делаю какие-то косяки, признаю и все, нормально с этим живу. Значит, смотрите, что я делаю. Лучок. Нужно будет сейчас на самой низкой температурке, потому что у меня уже морковочка так прилично поджарилась. Все, слегка перемешиваем. Лучок на низкой температурке обжариваем, чтобы морковка не совсем и не сгорела. Она вот я ее вовремя прям остановил, потому что некоторые стали карамелизоваться до коричневого цвета. Пусть пока лучок, в принципе, постоит. Даже если он будет слегка сыроватый. Я эту зажарку уже делаю для фасоли, поэтому она доварится. Ничего страшного там не произойдет. Все, он уже не пахнет сырым луком, поэтому чуть-чуть добавляем чеснока сюда. Видите, если я не могу контролировать процесс, я сдвигаю сковородку с огня. Значит, мне сюда нужен имбирь, обязательно. Маш очень любит имбирь, все прекрасно подходит ему это дело. Я не буду в индийскую кухню углубляться. Сделаю такой на европейский манер, но с легким вкусовым дополнением. 3, 4, 5, 6, 6 слайсиков имбиря. Все соломкой мелко и кубиком режем. И отправляю к зажарке. Объясню для чего. Когда мы имбирь слегка в масле прогреваем, во-первых, он откликается, аромат раскрывается, во-вторых, мне важно убить вот эту ядреную остроту имбиря. Поэтому я, в общем-то, наверное, ну не назвать, что я его жарю тут. Ну так, чуть в масле прогрел. Теперь я добавляю все это в маш. Сковородку оставляю на огне. Все, маш продолжает вариться. Часть воды выкипает. Часть бульона. Поэтому можно чуточку добавить. Прям вот. На низкую температуру. Сковородку я оставил на огне. Когда сковородка нагрелась, прилично так, вот теперь мы сюда отправляем без масла, в общем-то. Ну, там что-то осталось, пару капель от морковки. Отправляем сюда кабачок и, конечно же, зубчик чеснока таким кубиком. Типа как фасоль по размеру. Во-первых, будет эстетично смотреться, во-вторых, он на зубок будет попадать. Он, конечно же, сварится. Я не про то, что он там должен быть аль денте. Нет. Просто, ну вот, на мой взгляд, так будет эстетичнее. Добавляем к кабачку чеснок, чтобы ароматизировать его. Видим, что масла недостаточно. Капельку добавляем, прям чуть-чуть еще, совсем, совсем капельку, потому что, учтите, что каждый раз добавляем масло. Мы же это все потом перенесем в кастрюлю. Этого нам не нужно, чтобы там плавал жир, поэтому аккуратно. Все, у чеснока пошел аромат. Томат я почищу. Ну, люблю я томат без шкурки. Я же делаю для себя. Я не могу сам для себя сделать невкусно. Поэтому, если вдруг вы считаете, что я делаю что-то не то, для себя вы должны адаптировать это блюдо, потому что другого варианта нет. Я же не знаю все ваши вкусы, ребята, девчата. Ну, что это такое? Нам томат нужно чуть-чуть обработать теплом, ну, чтобы он был не такой сырой и не такой, ну, чтобы у него не было оригинального своего вот этого аромата. Многие считают, что необработанный томат дает какой-то странный привкус блюду. Чтобы этого не происходило, мы его слегка обрабатываем. Вот. Теперь горелка. Даем вкус вот этому всему 3 секунды. Выключаем, снимаем. Все, эта часть у нас готова. Вот смотрите, что получилось. Видите, некоторые фасолинки лопнули, но в целом они остаются практически целыми. надо не потерять этот момент. Вот. Видите, вот это лопнувшее, например, да? Вот это вот тоже кусочки фасолинки. Вот эти вот цельные. Поэтому вы их попробуйте обязательно. То есть, они твердые, одновременно мягкие, рассыпаются. Они же крахмальные, такие как горох по текстуре. при этом в кашу не превратились. То есть, ну, остаются еще, так сказать, со своим лицом. Каждому свое. Смотрите, есть несколько вариантов. Я сейчас прекращаю их варить, но если вдруг вы понимаете, что вам вот это мешает, это не аль денте. Это просто стадия, когда фасоль не разварилась. Ну, то есть, в кашу не превратилась, не рассыпалась крахмал. Потому что все равно, какая термообработка, пока это все стоит, пока это еще будет горячее долгое время, оно все равно пропаривается. Поэтому, если поймете, что вам этого недостаточно, значит, варите еще дольше, а я пока в своем варианте приправлю это все вот чем. Значит, смотрите, простейшая штука, которая решает любой вопрос, вообще любой. Во-первых, это соус терияки, который есть везде. вообще везде-при-везде-при-везде-при-везде. Вот на этот объем тут, смотрите, две чайные ложки я, вот одну с горкой даже, отправляем, две. Это для вкуса. Это не для того, чтобы у нас мунг, фасоль, стала со вкусом терияки. Нет, это вкусовая добавка всего лишь. И второе, это маслица сливочная. А вот тут держите меня с семеро большой вот такой шматок. Вот на такой объем, чтобы вам было понятно. Чуть больше пол-литра здесь у меня объема занято. Вот я сюда бросаю и еще раз вам напоминаю, что когда вы жарите на сливочном масле и оно горит, тогда это отличнейший канцероген, поздравляю вас. Но когда вы добавляете это все в крупу, когда вы добавляете это в ризотто, когда добавляете это в кашу уже готово, там нет такой температуры. Поэтому масло расплавляется и мы его используем как элемент смешивания всех вкусов. Мы делаем наше блюдо сливочным, слегка затягиваем его, несмотря на то, что у меня тут довольно много бульона, ничего страшного, вообще я вас уверяю, это все очень вкусно и вы съедите, потом попросите еще чуть-чуть, как бы это вместо соуса. Это как будто у вас фасоль вместе с соусом. Чуть не забыл. На финальной стадии у нас уже это все готово, варить это не надо. Поэтому мы это все отправляем сюда, увеличивая объем твердых веществ и уменьшая объем жидкости. А сковородочку пока включу, чтобы нагревалось, дабы я хотел гарнир еще. Куриная грудка есть. А от кабачков, от горелки получился легкий аромат копчения, того-сего. Ну и конечно же соли. Так, все. Это у нас стоит, остывает или напитывается вкусами, назовите как угодно. Пару капель растительного масла, прям совсем немножко. И грудку, одну грудку, вот она. Малое филе убрал. Грудку ничем пока что не посыпаем. Разогреваем хорошенько сковороду, маслица, отправляем ее жариться. Значит, пока она у нас жарится с одной стороны, я вам рассказываю. Те, кто давно смотрит мой канал, знают, что всегда в описании под роликом есть ссылка на мой интернет-магазин Гаджет Шеф. Мой второй маленький канал с короткими рецептами назвали Гаджет Шеф точно так же, как и магазин. Мы выпустили большую линейку специй, смеси специи, вот так вот назовем ее. Разные, универсальные и такие, и сякие, и для птицы, и для мяса, и для того, для сего. Вот их у меня тут всегда стоит большая гора, которую я использую по назначению, приправляю блюдо. Так вот, очень хороший отзыв по этим специям, поэтому вы заходите, выберите для себя что-нибудь, попробуйте заодно. Там вообще в магазине много всего интересного. И соусы мы сделали, и ножи продаются, и фартуки, и доски, вот такая доска у меня есть. И вот эти вот пластиковые, которые я вот использую, они у меня тоже в магазине есть. Поддержите, а, поддержите буду очень рад, но не поддержите, ну ладно, в следующий раз. Вот смотрите, что происходит. Грудка обжаривается с одной стороны, теперь надо ее перевернуть на другую сторону. Так, что я тут запутал всех? Приправа для курицы, вот я ее оставляю, шипцы. Смотрим, вот так, переворачиваем. Все, грудка без кожи, это, конечно, не моя тема, честно, сразу признаюсь. Вы знаете, прекрасно, что я грудку не очень люблю, но я так сейчас попытаюсь сделать так, как бы я поел. Делаем так, жжем. Почему мы делаем именно так? Когда мы тормошим грудку, сок начинает выделяться из нее, потому что при высокой температуре его же выдавливает, он соединяется с маслом, взрывается и загорается. И получается, как вкус гриля. Все, отключаем сковородку, включаем свет и делаем вот что. Кирдыкий будет. Сухарь будет очень неимоверный. Теперь оповорачиваем. Почему нельзя было сначала это сделать? Да потому, что сгорят эти специи все. А вот теперь мы ее обильно посыпаем со всех сторон. Здесь и сахар, и соль есть в специях. Смотрите обязательно состав. Если вдруг кто-то сахар не ест, но увы, тогда. Хотя жалоб не было ни разу. Специи полноценные, я поэтому даже не солил грудку, как вы видели. Все, теперь вот так вот специи все в грудки, чтобы сок не вытекал. все в духовочку. на... Ну, сколько тут? Грасса на раз 160 пока опустилась. Сколько там? Ну, 4 минуты. Потому, что я ее так прилично поджарил на сковородке. Мне надо серединку догреть просто чуть-чуть. Видите, что я имел в виду? Когда говорил, что кабачки добавляем в последний момент, и я хочу, чтобы кабачки здесь играли. Вот они играют. То есть, сам по себе маш, вы же видите, что он коричневый и не очень привлекательный по своему виду. Так вот, кабачки, морковка, кусочки томатов, это все создает некую цветовую гамму, которая позволяет блюдо сервировать красиво. То есть, это не просто серая масса, это блюда, которые у нас имеют соусную основу, блюда, которые подтекают жидковатые и так далее. Всегда сервируйте в глубокую тарелку. И только плоская подача. Почему? Потому что какой бы горкой вы что ни выкладывали, или полумесяцем, или островками, все стечет и будет все лежать в луже. Это некрасиво, это вам не Таиланд, да? В смысле, со скалами в море. Вот, ровненько, в глубокой посуде, ложка есть удобно, вилка есть удобно, все ништяк. Конечно, надо было подержать, в смысле, остудить ее там, туда-сюда. Знаете как, ну, времени нету. Приготовили, гости пришли. Блин, это вкусно. Так, а чем бы скрестит вот эту штуку? Это вкусно. Тут выделился сок, это же вообще вот это вот нельзя выкидывать, это прям огонь. Все сюда, чтобы незаметно было, весь вкус туда. горяченькая какая. И быстро кладем ее в тарелку. Почему? Потому что из нее влага вытекает, пусть она лучше вытекает в тарелку, а не на доску. А если на доску что-то вытекло, то мы берем аккуратно ножичком и оп, на курочку ничего не кладем, потому что у нас там непонятно будет, а на курочке будет мусор разный. А там все вкусы, все сюда. Теперь мы берем сосновые ветки, еловые ветки, втыкаем их так, чтобы было красиво, лопухами украсили, супер. Вот. И подаем к столу. Давайте пробовать. Видите, на горячем. Почему на горячее не кладут зелень? Моментально, в секунду она вянет и превращается в такой. Поэтому не берите с меня пример, не украшайте горячее блюдо зеленью. Нормальная еда. Самое главное вкусная. Грудка пока теплая, она еще сочная, потом в сухарь превратится. Текстура овощей слышится. Фасоль мягкая, кабачки и морковь попадаются. Грудка суховатая, как всегда, хотя я максимально старался пораньше вытащить. Специи вкусные, соли. Терияки дают такой своеобразный привкус. Интересно, никогда никто не догадается, что это терияки. Масло сливочное, конечно, кашу маслом не спортишь, это же вообще наше все. В остальном рецепт рабочий. Берите, пробуйте, кайфуйте, экспериментируйте немножко, меняйте овощи, меняйте там устричную, может добавить чуть-чуть капельку. Масло обязательно. Фасоль крахмалистая. Когда вы начинаете жевать, вам не хватает влаги, даже если есть там соус. И вот масло создает жирность, так же, как если бы вы ели сухой рис без масла и с маслом. Вот разница была бы такая. Фасоль не сухая, но она крахмалистая, и поэтому все равно вам приходится это все. Из нее, кстати, можно приготовить хумус. Пробили в пирожечко, она крахмально завяжется такая будет, просто лепешку. Класс! Вот вам рецепт, пользуйтесь, наслаждайтесь, пока! Субтитры создавал DimaTorzok